На наших прогулках по Риму, начиная рассказ о Колизее, я всегда сначала рассказываю о золотом доме Нерона. Он был построен на этом месте в 64-м году после пожара, который длился шесть дней и семь ночей. Поджег Нерон Рим или нет, до сих пор неизвестно, но результатами от пожара он воспользовался сполна. Рассказывая об императорском дворце, я использую картинки и показываю на небольшой холме, где до сих пор под слоем земли находятся остатки от Домуса. Мало кому из туристов удается попасть туда. До пандемии золотой дом можно было посетить только в субботу и воскресенье по предварительной записи. С июня 2021 года в золотом доме Нерона проходит выставка, посвященная гротескам. С понедельника по четверг можно посетить выставку, а в пятницу, субботу и воскресенье можно попасть на выставку и осмотреть залы Домуса. Если вы еще ни разу не были там, то я советую вам сходить. Вы получите большое удовольствие от путешествия во времени. В одном из залов золотого дома Нерона находилась скульптурная группа Лао Коон и его сыновья. В настоящее время она находится в музее Ватикана. Видео и фотографии не передают ту атмосферу, которая царит там. Да и темновато для съемок. Чтобы вы имели хоть какое-то представление, я решила смонтировать видео и немного рассказать о золотом доме Нерона. На этой территории, где в 80-м году был построен Колизей, в 64-м году за короткий срок, 4-5 лет, был возведен комплекс Домусаурия. Он был огромный. Простирался от холма Эсквелин и до Палатинского холма. На нем постройки занимали 2,5 квадратных километра, и около 80 гектаров были украшены садами и беседками для вечеринок, аллеями и бассейнами, парками, больше похожими на дикие леса, в которых водились животные. Было огромное искусственное озеро, на котором позже был построен Колизей. В центре комплекса была установлена колоссальная статуя Нерона высотой 35 метров. Бронзовая статуя была повернута лицом в сторону форума. А Нерон, въезжая в свои владения, говорил, «Наконец-то я начну жить по-человечески». После того, как на этом месте был построен Колизей, огромная статуя продолжала стоять. Только ей пришлось делать так называемую пластическую операцию, чтобы изменить черты лица. После этого статую стали называть богом солнца – Гелиусом. Статуя была такая тяжелая, что когда при императоре Адриане ее захотели немного передвинуть, чтобы освободить место для строительства храма, посвященного богиням Венеры и Ромы, то понадобилось 24 слона. Представляете, какая огромная и тяжелая была статуя? Почему же императорский дворец «Домус Аурия» называют «Золотой дом»? Ответ прост. Из-за богатства драгоценных материалов, которые шли на отделку. Большое количество строений было покрыто золотом, украшено драгоценными камнями, мрамором и мозаикой, что придавало зданию ослепительный вид. В обеденных залах потолки открывались, сверху падали лепестки роз и распылялись благовония. Нерон хотел построить дворец такой, чтобы не было ему равных в мире. И ему это удалось. Та часть золотого дома, которая сохранилась сегодня под холмом, которую мы все еще можем посетить, была частью для вечеринок с трехстами залами. Залы были соединены между собой высокими, десятиметровыми сводчатыми коридорами. Из казны были потрачены большие суммы денег для возведения роскошного дворца. Поднимались налоги, и значит, дворец был построен за счет ограбленных граждан. Это оказалось крупной политической ошибкой. И еще риблине привыкли проводить время на площадях и форумах, а Нерон забрал большую территорию города под строительство личной резиденции. Тем самым, лишив простой народ земли, и это никому не понравилось, начались заговоры, которые подтолкнули Нерона к самоубийству. Следующий император Веспасиан из династии Флавиев постарался исправить ошибку Нерона и вернул земли народу. Он знал, что народу нужны были зрелища и хлеб. Из золотого дома вывезли самое ценное, деньги поступили в казну, многочисленные статуи разошлись по вилам и храмам, и началось уничтожение личной резиденции Нерона. Озеро осушили, засыпали щепнем и приступили к строительству колизея и терм. Сначала это были термы Тита, сына Веспасиана, а позже на этом месте были построены термы императора Трояна. Залы, комнаты и коридоры были заложены камнем от пола до потолка. Благодаря тому, что пустое пространство было заложено камнем, залы золотого дома сохранились до наших дней. Но на тот момент, после строительства колизея и терм, про золотой дом Нерона все забыли до 1488 года. Итак, однажды, в 1488 году, римлянин, прогуливаясь по холму, случайно провалился в расщелину и очутился в подземном гроте с расписными стенами и потолком. Узнав про диковинку, вскоре при помощи веревок туда спустились молодые художники того времени – Рафаэль, Пентурикио, Герландаио. Они хотели изучить роспись при свете факелов и ламп. Художники копировали фрески. Позже похожие мотивы появились на фресках во Дворце Ватикана, замке Святого Ангела, палацу Мадама. Так, орнаменты античных фресок оказали влияние на искусство эпохи Возрождения. И появился термин «гротеск», то есть живопись, которую художники копировали в римских гротах. Доступ воздуха и высокая влажность начали портить фрески. Они потемнели и о Золотом доме вновь забыли. Начиная с XIX века, раскопки на этой территории продолжались регулярно. И сейчас у нас есть возможность совершить путешествия во времени. Тим, кто планирует фрески, поездку в Рим, я всегда советую, чтобы не ограничивали себя только прогулками по улицам города и музеями Ватикана. В Риме очень много интересных дворцов, которые можно посетить, и не менее интересный и подземный Рим, как, например, Золотой дом Нерона. В таких местах будет интересно не только взрослым, но и детям. Дорогие друзья, я с нетерпением жду вас в Риме, чтобы показать вам не только главные достопримечательности города, но и показать места, о которых мало кто знает. На этом наше небольшое видео подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До новых видео и до встречи в Вечном Городе! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok